Друзья, всем огромный привет! Сегодня я приготовлю в духовке рыбу с овощами. Беру горбушу, лук, морковь, картофель, перец чили, чеснок, растительное масло, прованские травы, черный молотый перец, паприка и соль. Занимаемся рыбкой. Вот таким образом я разрезала горбушу. Горбуша, как рыба сухая, делаю маринад для рыбы. Чеснок, перчик чили. Я хочу, чтобы горбуша была такая еще у нас фикантная и остренькая. В общем, семечки я не беру. Черный молотый перец и паприка. Добавляю чеснок и перец чили. Соль, где-то пол чайной ложки. По вкусу, в общем. Прованские травы. Смотрите, какая у нас заливка получится, да? Ну, растительного масла сколько я добавила. В общем, так как горбуша суховатая, я не пожалела растительного масла. Так, друзья, и что я делаю? Смазываю. Чтобы наша горбуша была вся-вся в заливке. Не жалеем, смазываем горбушу. Из сухой горбуши делаем мокрую. Друзья, это сделать нужно обязательно. Я ее со всех сторон смазываю. Кстати, я думаю, может быть и здесь нужно было разрезать еще. И чесночок, и перчик чили. В общем, супер. При таком маринаде она сухой у нас не будет. В общем, жду час. Пусть лежит, маринуется. Беру большую тару. Лук нарезала мелко. Так. Морковочку. Друзья, нарезаю вот таким образом. Не крупно, но нарезаю. Если я в духовке готовлю или рыбу, или мясо, на гарнир у меня обязательно картофель. И все мы делим напополам. И вот такая у нас получается картошечка. Кстати, картошечку можно было нарезать соломкой, брусочками. Картофель, лук, морковь, прованские травы, перец черный молотый и паприка добавляю. И добавлю растительного масла. Отлично. Все хорошо перемешиваю. Какая красота. Друзья, если вы делаете картошечку в духовке, нужно обязательно добавлять немного растительного масла. Почему? Ну, чтобы она была такая, знаете, не сухая и не слиплась. Беру противень, устилаю фольгой, кладу рыбу, укладываю помидоры, лук репчатый. Тоже положу. Не помешает, чтобы наша рыбка была более сочная. Вот этот последний маринад, хорошо-хорошо, вот сюда добавляю. Немного осталось лука и помидор. Точно так же кладу поверх рыбки. Пошло вот так. Картошечку выкладываю. У меня все готово. Оставлю в духовку разогретую на 180 градусов минут на 40. Потом фольгу открою. И рыбка еще поджарится без фольги. В общем, убираю в духовку. Блюдо готовится в духовке 40 минут. Достаю. Хорошо вот так вот разворачиваю. Она нормально, не горячая. Картошечка практически готова. Убираю в духовку. Нагрев делаю на 220 градусов минут на 20. Я хочу, чтобы рыбка приобрела злодистую корочку. Блюдо наше полностью приготовилось. Красота. Ой, какая рыбка. Обалдеть. Вот такая у нас получилась рыбка с картошечкой. Сейчас остынет и будем пробовать. Отключаю плиту. Блюдо наше полностью готово. Беру свое шикарное блюдо. И вот это блюдо перекладываю на это блюдо. В общем, сначала я хочу переложить рыбку. Аккуратненько. Как я это буду делать, я еще не знаю. Ой, горячо. Глаза боятся, а руки делают. Берем и перекладываем. Ой, как аккуратно переложила. Друзья, как сказала, так и сделала. Беру наши овощи и вот таким образом перекладываю на блюдо. Друзья, ну вообще, я почему-то думала, что снизу немного прихватится. Ничего подобного. Все получилось нормально. Вот такое у нас получилось блюдо. Обратите внимание. Горбуша. Друзья, не сухая, мокрая. Смотрите. Вот я кушаю рыбку и ощущаю аромат прованских трав. Если, допустим, картошечка с морковочкой и лучок придают блюду какую-то сладость, то помидор, наоборот, кислинку. В общем, очень вкусно. Готовьте вместе с Еленой. Всем удачи пока. Ну а мы будем кушать из простых продуктов. И по бюджету недорого. Мы приготовили такое оригинальное блюдо. Субтитры сделал DimaTorzok